1960 год. Где-то посреди Атлантического океана в самолете летел человек по имени Джек. Он вез с собой что-то важное, но вряд ли успевал доставить это по месту назначения, ведь самолет внезапно потерпел крушение. Едва не утонув, он стал единственным выжившим из всех пассажиров и экипажа. Джек увидел перед собой маяк и не имея другого выхода поплыл к нему. Внутри был вопросительно смотрящий бюст некоего Эндрю Райана и текст ни богов, ни королей, только человек. В надежде, что кто-то из живых мог встретить его здесь, Джек зашел в ботисферу, которая после активации начала погружаться, а с экрана прожектора к Джеку обратился никто иной, как Эндрю Райан. Я пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет право человек на то, что зарабатывает в поте лица своего. Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят в Москве, это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Восторг может стать и Вашим городом тоже. Но что такое восторг, спросите вы? О, это особенный город, с особенной историей, началась которая еще до заложения фундамента в 1945 году. Эндрю Райан, он же Андрей Райановский, десятилетиями держал в голове идею об идеальном обществе. После того, как он понял недоскональность идей коммунизма, он отправился в Америку, бросив родное поселение под Минском и там стал богачом, но познал проблемы бессмысленного альтруизма и портящую все на свете религию, которая ограничивала творцов надуманной моралью. Финальной ошибкой человечества Райан считал атомное оружие. Он понял, что люди могут сами себя уничтожить и чтобы спасти от гибели себя и вместе с тем величайшие умы человечества Эндрю и решил создать город под водой. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Благодаря своим деньгам и влиянию Райан нашел единомышленников и начал подпольно строить оплот своих фантазий под водой между Гренландией и Исландией. Темпы были стремительными и уже в 1946 году Восторг стал принимать своих первых резидентов, хотя был еще далек от завершения. Мечта стала воплощаться в реальность. Ученые и лучшие умы человечества стали творить в восторге то, что не могли делать в мире над океаном. Но, к сожалению, реальность была не так добра Эндрю, ведь сразу же показала, что его план был недоработан. В мире свободного рынка, где, по мнению Райана, все должны были жить богато и беззаботно, должны были появиться те, кто должен был мыть полы, торговать за прилавками, доставлять пищу и так далее. Город быстро расслоился. Если богачи пытались и дальше подавлять неуспешных граждан, бедняки пытались бороться за свои права. И если поначалу у них не было поддержки, потом появился тот, кто взял эту роль на себя. Фрэнк Фонтейн, давший людям работу, детям приюта, а себе, конечно же, влияние, деньги и владение самым дорогим, что было в восторге. Адамом. Уникальным веществом, которое могло изменять само ДНК человека и давать ему невероятную мощь. Исследованиями Адама занималась ученой по имени Бриджит Тенненбаум. В рамках ее исследований, которые не поддержал и не профинансировал никто, кроме Фонтейна, оказалось, что Адам можно особым образом добывать через маленьких девочек, которых брали из детских домов, основанных все тем же Фонтейном. И как только Адам стал проявлять себя по максимуму и позволять людям управлять огнем, электричеством и даже гравитацией, очень быстро об открытии узнал Эндрю Райан. Сначала он сразу же запер город, посчитав, что люди с поверхности могут очень скоро прийти к ним, чтобы забрать уникальную находку, а после стал искать способ завладеть бизнесом Фонтейн. Накопав про него достаточно много и узнав, что тот действовал не совсем в рамках закона, Райан попытался арестовать Фонтейна, но в итоге Фрэнк был убит. Это породило конфликт между людьми Эндрю Райана и последователями Фонтейна, среди которых быстро нашелся преемник Фонтейна, который тут же начал гражданскую войну, за Адом. Для защиты приютов ученые Райана вывели так называемых папочек, которым промывали мозги, чтобы они беспрекословно защищали юных собирательниц Адома. Но помимо гражданской войны, всплыла еще одна проблема. Адом вызывал зависимость, и чем дольше шла гражданская война, тем больше город погружался в полную анархию и тьму, а к моменту, когда ботисфера Джека прибыла к месту назначения, Восторг уже не вызывал должных эмоций. Это уже не был город возможностей и будущего, это был город насилия и смерти, где лишь немногие остались в рассудке. И среди последних, был некто по имени Атлас, который и вышел на связь с Джеком после того, как отпугнул от ботисферы мутанта. Атлас пообещал помочь Джеку выжить. Пройдя чуть дальше по темным помещениям, Джек нашел гаечный ключ и почти сразу же применил его, но в качестве оружия, которым можно было отмахиваться от сумасшедших жителей разрушенного Восторга. Убив Громилу и осмотревшись в зале, Джек увидел автомат под названием Сад Собирателей. В нем был шприц, который герой рискнул вести себе. Как сообщил Атлас, это был Адом. Он очень быстро менял генетический код Джека, но он не смог оценить действие препарата. В приступе, Джек упал с лестницы и вырубил. В полудурманном состоянии, мужчина услышал, как двое обсуждали его и назвали жалкой рыбешкой без Адома. Уйдя, они лишь сказали, что некий папочка поквитается с телом несчастного, но когда здоровяк в скафандре подошел к нему, то не стал, как того ожидал Джек, линчевать его. Маленькая девочка, пришедшая вместе со здоровяком, заметила, что Джек жив. Сказав, что он скоро станет ангелом, она ушла. Спустя время пришелец все же очнулся, и казалось, что при первом использовании плазмида, именно так назвал вещество в шприце Атлас, у всех происходит такая бурная реакция организма, но теперь он сможет сражаться эффективнее, ведь, как оказалось, плазмид дал возможность Джеку призывать электрический разряд прямиком из своей руки. И умение это пригодилось как нельзя кстати, чтобы открыть запертую перед Джеком дверь. Пройдя дальше, ему пришлось двигаться очень быстро, ведь канал, по которому он шел, был пробит хвостом затонувшего самолета. Забежав в очередное помещение, Джека снова встретили мутанты и, как дал понять Атлас, разговаривать с ними бесполезно. Нужно только убивать. Справившись, Джек пошел по единственному возможному пути вперед. Последнему работавшему лифту. Пока он поднимался, Атлас рассказал немного о себе. Оказалось, что он был отрезан от своей семьи, но из-за мутантов не мог к ним добраться. И на данный момент именно Джек был единственной надеждой Атласа на воссоединение с родными. Он попросил того отправиться в место под названием Дары Нептуна. Особо не имея выбора, Джек решил помочь своему проводнику по этому странному месту. Единственным путем дальше был проход через ресторан Кашмир, перед которым стояла явно не самая здоровая женщина, обращавшаяся к тому, что лежала в детской коляске, а именно к револьверу. Он то и стал вторым, после гаечного ключа, карманным спутником Джека. Зайдя в бывший элитный ресторан, Джек узнал от Атласа, что из-за Адама и плазмида в город обезумел. Его жители стали убивать не только своих недругов, но соседей, друзей и даже собственных детей. Конкретно здесь, в Кашмире, погибло множество людей, когда началась гражданская война. Бедные пришли убивать богатых, что и было запечатлено на аудиозаписи, когда некая Диана МакКлинток записывала свои страдания о безответной любви к никому иному, как Эндрю Райану. Отбившись от нескольких сумасшедших и увидев призрака, вопящего о том, что его красота была испорчена, Джек покинул Кашмир и, двигаясь по креплениям фермсвета, наблюдал, как маленькая девочка, или маленькая сестричка, как назвал ее Атлас, кровожадно выкачивала что-то из человеческого тела. Со слов Атласа, Джек также узнал, что эти девочки являются носительницами Адама и все сумасшедшие жители готовы сделать что угодно, чтобы получить порцию желаемого вещества. Без раздумий, они бы наверняка убили бы и сестричек. Судя по всему, за девочками велась настоящая охота, ведь Джек, спустившись с ферм, наблюдал, как за стеклом на нее напал какой-то больной. Тот уже был готов разрубить малышку на части, если бы не папочка, прибывший как раз вовремя, чтобы распотрошить бедолагу и раскрошить ему череп. Папочки, как сказал Атлас, так и действуют. Охраняют девочек, пока те собирают Адам. Двигаясь дальше, Джек попал в файл, и почти было прошел в коридор, ведущий в дары Нептуна, как прямо перед ним закрылись ворота и включилась тревога, на которую конечно же сбежались мутанты. По предположению Атласа, это было сделано самим Эндрю Райаном. Он также сказал, что к Нептуну можно было попасть и другим путем, через мидблоки и советовал поторопиться. Но по пути Джек попал в ловушку и пока Атлас искал способ высвобождения, на связь с героем вышел сам Эндрю Райан. Он предполагал, что Джек был заслан какими-то спецслужбами и натравил на Джека мутантов. Очень быстро его могли разорвать на части, если бы не подоспевший вовремя Атлас, который открыл гермодверь и дал таким способом возможность спастись и попасть в медпункт. Там нужно было найти аварийный выход. Исследуя медотсек, Джек нашел несколько аудиозаписей. Одна от все той же девушки из ресторана Кашмир. Видимо после атаки на ресторан она очень пострадала, ведь обратилась за хирургическими услугами к некоему доктору Штайнману. Одну из записей которого также услышал Джек. Доктор был помешан на хирургии и был невероятно рад возможности попасть в восторг, где не было ограничений морали на его деяния. И что он был прямо-таки в эйфории от Адама, с помощью которого смог не только делать женщин красивее, но и вовсе создать идеальное существо. Обнаружив активатор аварийного выхода, оказалось, что к нему нужен ключ доступа, который был у никого иного, как того самого доктора Штайнмана. Но предупреждения Атласа намекали, что доктор не захочет делиться им по-доброму. На подходе в хирургическое отделение Джек снова увидел призрака девушки, в этот раз вопивший о том, что доктор обещал сделать ее красоткой, вместо этого превратил в чудовище. Само же помещение словно было одним из больших рабочих мест обезумевшего доктора. Как заверил Атлас, следы крови должны были привести к Штайнману. Двигаясь по следу, Джек слушал его аудиозаписи и радиовещания, с которых можно было четко понять, что он окончательно сошел с ума. Помешался на идеальной красоте и готов был на все, чтобы сделать жителей восторга прекрасными. Перед самим хирургическим кабинетом Джек застал Штайнмана, но тот сбежал и завалил за собой проход. В то же время его прислужники стали бросаться взрывчаткой. После отступления, Атлас сообщил, что ситуацией можно было воспользоваться в свою пользу, если найти телекинетический плазмид, чтобы отбросить бомбу в завалы. Вернувшись к медотсеку, Джек наткнулся на замерзший проход, за которым и должен был быть телекинетический плазмид. Нужно было найти способ растопить лед и он не заставил себя ждать. Ведь буквально в паре метров от замерзшего прохода был проход к крематорию. Там находился огненный плазмид, при помощи которого можно было расплавить лед, а также сжигать врагов. Дальше он нашел еще одну запись Штайнмана, где говорилось о том, что доктор хотел творить не клишированные стандарты красоты, по типу вздернутый, носик, ямочки на щечках, красивая грудь. Нет, он хотел делать то, что делал Пикассо. Творить абстрактную и, как сказал сам Штайнман, истинную красоту. Пройдя далее, он впервые столкнулся с камерами Эндрю Райана, а после того, как наконец нашел помещение с огненным плазмидом, услышал обращение владельца восторга. В нем он назначил цену на новоприбывшего гостя в размере тысячи адамов и добровольцы появились тут как тут. Впрочем, новый плазмид находился также рядом. После того, как Джек сжег своих врагов дотла, он вернулся к заледенелому проходу, расплавил лед и наконец добрался до залов исследований. Там первым делом наткнулся на записи доктора Тененбаум, той самой, которая обнаружила адом и исследовала его генетическое влияние. Когда-то она занималась подобным под руководством немцев, но так как тех интересовали только голубые глаза и светлые волосы, не удивительно, что она отправилась в восторг как доброволец. Все в тех же залах была запись доктора Сушонга, занимавшегося разработкой плазмидов. Одной из его наработок был плазмид телекинеза, находившийся рядом с записью и который Джек сразу же ввел себе. Недолго задерживаясь, он вернулся к хирургическому кабинету и с помощью нового плазмида разрушил завал, открыв себе дорогу к доктору Штайнману. При входе внутрь его встретило прекрасное творение, изуродованное, изрезанное, лысое тело девушки, одетое в платье и усаженное на инвалидное кресло. А рядом была еще одна запись, где оказалось, что хирург даже возненавидел симметрию, то к чему подсознательно стремится человек. Сам же доктор был в кабинете, он препарировал кого-то еще живого и в порыве бешенства убил его, а после возмутился, что все в этом городе неправильные и стремятся не к тому. Все хотят быть красивыми, но в итоге все уроды. А заметив нового уродливого гостя, решил убить и его. Но Джек победил. Он расправился с доктором и забрал у него ключ. По пути назад один из тоннелей, напрямую ведущий в медицинский отсек, обвалился и пришлось искать другую дорогу, которая привела его к профессору Тененбау. Оказалось, после гражданской войны в восторге, она стала защищать маленьких девочек, которых сама же и превратила в собирательниц Адама. Женщина пыталась освобождать их от этой судьбы. На замечание Атласа о том, что она же и превратила девочек в эти отродья, профессор ничего не ответила, а лишь дала мужчине плазмид, который избавлял девочек от Адама и тем самым возвращал их к обычной жизни. И тогда у Джека появился выбор. Убивать девочек, чтобы собирать Адам и с его помощью улучшать плазмиды, чтобы чувствовать себя увереннее в этом Аду, или подвергая себя опасности, однажды не справиться с врагами без ложного количества плазмидов, но освобождать девочек от таков тяги к Адам. Поговаривают, Джек решил спасать девочек, на что Тененбаум пообещала ему награду. Не сразу, но спустя время после спасения каждой из несчастных юных душ. Атлас осудил это, ведь с его слов Адам очень необходим, но все же напомнил, что хоть немного вещества Джек таки получает и может потратить их в саду сборщиков, один из которых как раз стоял рядом. Поблизости также была запись не так давно убитого Джеком доктора Штайнмана. В ней рассказывалось о том, что после вмешательств Тененбаум в тело девочек они настолько сильно менялись, что даже регенерировали и вернуть их к прежнему образу жизни можно только путем возврата ДНК к нормальному виду. В следующем зале Джека встретила еще одна маленькая сестричка вместе с папочкой, которого ему пришлось убить, чтобы освободить девочку и получить неполную дозу Адама. После, джек все же вернулся в медотсек, где активировал аварийный выход и отправился в порт Нептун, где его должен был ждать Атлас. По прибытию Джека встретил распятый мутант и речь Атласа о том, что Эндрю Райан сошел с ума от своей власти, именно из-за него началась война в городе. Но это уже было неважно. Атлас сообщил, что его семья находится на подлодке у рыбзавода и именно туда отправился Джек. Освободив от влияния Адама еще одну девочку, мужчина услышал сообщение от Тененбаум. Она поблагодарила его за деяние и возложила на него надежды, сообщив, что уже очень скоро он получит первую благодарность от нее и спасенных сестричек. По пути Джек также узнал, что обе стороны конфликта гражданской войны были срыльцем в пушку. Так плененные люди Фонтейна были готовы терпеть любые пытки Райана и даже согласны были умереть, ведь знали, что главарь восстания сделал бы с ними вещи гораздо хуже, если бы те сдали его. В целом, он недолго искал вход на рыбзавод, но тот оказался заперт Питчем Уилкинсом. Питч был готов пропустить гостя, только если тот сначала добыл бы фотосканер. Вручив Джеку гранатомет, он заявил, что не выступает ни за одну сторону конфликта, потому, если вдруг окажется, что Джек на чьей-то конкретной стороне, даже влияние Атласа не заставит Питч опустить гостя на завод. Имея особого выбора, Джек отправился за фотосканером в кабинет причального мастера. Недалеко отойдя от входа в завод, пришелец послушал сообщение Атласа, где тот высмеивал старика, который боялся призраков, ведь Фонтейн с его слов уже давно умер. Далее, Атлас быстро закрыл тему, сказав, что Питч хоть и подозрительный тип, но слово все же держит, потому нужно искать фотосканер. Чем были наполнены доки, в целом не интересно, кроме разве что еще одной записи Тененбаум, где она рассказывала, как открыла Адам. Это был моллюск. Обычный моллюск, который невероятным образом вернул человеку руку. Ученая приложила немало усилий, чтобы его откопать, ну а дальше вы и сами знаете. Адам, сестрички, борьба за власть, папочки и гражданская война. О чем тоже поведали другие записи Райана, разбросанные по причалу. Найдя фотосканер, оказалось, что тот действительно сканировал объекты и делал на их основе анализ, потому неудивительно, что Питч запросил у Джека три фотографии пауков, особо опасных мутантов. Выполнив задачу, он вернулся к Персику, как назвал Питча Атлас. Отдал ему фото и уже готов был идти на рыбзавод, как Атлас напомнил, что Питч подозрительная персона и с ним нужно быть поаккуратней. И так оно и случилось. Прайдоха отказался пускать на свою территорию неизвестного себе человека с оружием, поэтому приказал гостю оставить все снаряжение в пневмотрубе. Оставшись с Атласом на связи, гаечным ключом в руках и плазмидами в запасе, Джек отправился на завод. И паранойя, видимо, в край до канала Пирса. Он напал на Джека, посчитав того последователем Фонтейна, который, судя по записям Пирса, обманывал тех, кто примкнул к нему. Когда начались репрессии в отношении бедных, Фонтейн пришел с предложением и люди, такие как Пирс считали, что хуже Эндрю Райана уже ничего быть не может, но, видимо, ошибались. Фонтейн стал брать 80% всего дохода себе, выбивал из людей деньги и в целом был типичным рецидивистом, который просто пользовался людьми. Так или иначе, Джек был вынужден убить Пирса, чтобы найти путь в бухту контрабандистов, где и должна была находиться подлодка с родными Атласа. По пути к субмарине, Джек услышал предупреждение от Эндрю Райана о том, что если бы тот открыл врата, то были бы последствия. И был прав. Как только Джек пустил Атласа к родным, Райан натравил на последнего мутантов. Атлас, не успев выпустить родных из субмарины, вынужден был отступить. Но когда к субмарине наконец подошел Джек, Эндрю Райан взорвал ее, убив тем самым жену и ребенка Атласа. Атлас был в ярости, но все же успокоившись, направил Джека в сады и лаборатории Аркадии, где генерировался кислород для всего восторга. За которыми были пологие холмы, где его ждала следующая ботисфера. По пути он спас еще нескольких маленьких сестричек, сразился с дюжиной мутантов и все бы ничего, если бы Эндрю Райан в попытке остановить Джека и Атласа не уничтожил бы деревья Аркадии, распылив неизвестный химикат, тем самым лишив кислорода весь восторг. У Джека не было не только времени, но и другого пути, кроме как вернуть деревьям жизнь, ведь все двери, ведущие из Аркадии, автоматически загерметизировались. Благо, по заверениям Атласа, в лабораториях должна была находиться руководительница этого места Джулия Лэнгфорд, а с ней и надежда на то, что она сможет помочь вернуть Аркадии былую красоту, а восторгу кислород. Лэнгфорд действительно была на месте. Очень зла из-за того, что сделал Райан. Она уже работала над кое чем, что могла помочь Аркадии, но первым делом ей нужен был образец розы-галлики. За ним, конечно же, отправили Джека. Обнаружив розы, он также нашел запись, в которой говорилось о том, что Лэнгфорд работала над неким проектом, связанным с плодородностью. Он назывался Лазарь и скорее всего именно он должен был помочь Саддам. Лэнгфорд, приняв от Джека образец розы и отключив систему безопасности, впустила его в кабинет, но затем в дело вмешался вездесущий Эндрю Райан. Он запер профессора в кабинете и наполнил тот газом. В предсмертной агонии последнее, что успела сделать Лэнгфорд, это написать на запотевшем от газа стекле код от своего сейфа. Там была запись, подтверждавшая догадки Джека. Лазарь мог излечить Аркадию и все, чего не хватало для создания, это дистиллированной воды, хлорофила и энзимы, выделенные из пчел. Пока Джек искал все нужное, он также натыкался и на записи Райана и Тененбаум об адами и маленьких сестричках. Фонтейн до своей смерти использовал их как бизнес и хоть это не нравилось Эндрю Райану, он закрывал на происходящие глаза, ведь это был свободный рынок. А Тененбаум к тому моменту уже начала смотреть на ситуацию эмоциональней. Она видела зависимость от Адама, видела, что несчастные, ни в чем невинные дети превращались в существа, не имеющие ничего общего с людьми и ей было неприятно, что она была создателем этого всего. Но поделать с этим уже ничего не могла. Обнаружив недостающие ингредиенты, Джек сгенерировал Лазарь и отправился в кабинет профессора Лэнгфорд. Но как только он активировал процесс, Райан снова натравил на него мутантов и во избежание трагедии Джеку пришлось перебить их всех, чтобы не дать им остановить процесс очистки воздуха и возрождения садов. За считанные минуты Лазарь распространился по всему восторгу и в мгновение ока деревья расцвели. Сады можно было покинуть, наконец отправившись к Эндрю Райану, чтобы совершить месть за смерть родных Атласа. Чтобы попасть к дому Райана, Джеку нужно было сделать пересадку в форте Веселый, заправлял которым Сандер Коэн. Если бы он не был больным психопатом, пожелавшим поиграть с новым гостем, Джек мог бы сразу отправиться к владельцу восторга, но ему пришлось стать участником так называемого Вечера с Сандером Коэном. На входе в центральные залы, оказалось, что Коэн заглушил Атласу и Райану связь с Джеком, ведь от искусства ничего не должно отвлекать. Верно? Джеку предстояло помочь воплотить шедевр Коэна и все, что требовалось, это сфотографировать лучших учеников Сандера, но перед этим убить их. И пока он искал четверку, сам Маэстро готовился к выходу на главную сцену. Первой жертвой искусства стал юный Фицпатрик. Три оставшихся находились где-то в залах Посейдон Плаза. Фениган Коб Родригес. Все трое были убиты, и оказалось, что все были не столько лучшими учениками Коэна, сколько подвергали сомнению его гениальность. Сандер перебил почти всех, кто сомневался в его гении, и эти четверо были последними его ненавистниками. После завершения шедевра к Джеку лично вышел Сандер Коэн, и он мог быть убит одной меткой пулей. Вот только сделал ли это Джек? По сути не важно. Важно то, что путь к Эндрю Райану в Гефест был открыт. К слову, Коэн также вернул Джеку и связь с Атласом, который не на шутку перепугался, так как все это время не мог с ним связаться. По прибытию в Гефест, Атлас сообщил, что единственный способ выбраться из города — это заполучить так называемый генетический код восторга у самого Райана. И чтобы это сделать, Джек должен был проявить любезность и убить Эндрю. По пути к его офису, Джек то и дело видел извеченные тела людей или, как их называл сам Райан, червей, которые пытались покончить с властителем восторга. Такая судьба, с его слов, должна была ждать и Джека. У запертой двери кабинета Райана мужчина нашел запись девушки, где говорилось о том, что добраться до Эндрю можно только с помощью перегрузки ядра 3. Девушка не знала, как это сделать, потому решила разведать детали у рабочих из залов термоконтроля, куда, прослушав запись, направился и Джек. Исследуя помещение, мужчина спас еще нескольких маленьких сестричек, перебил дюжины мутантов и из записей узнал, что даже после смерти Фонтейна, который начал гражданскую войну, она не сбавила оборотов, а наоборот только ужесточилась. Плазмидами стали пользоваться не только чернь, как сказал один из инженеров, но даже порядочные граждане. А соответственно, они ступили на заведомо ложную тропу. Добравшись до помещений контроля температур, Джек нашел еще одну запись. Оказалось, что девушку, разведывавшую как добраться до Райана, рассекретили и стали водить вокруг пальца. Последним известным ее местоположением были мастерские Кибурца. Туда-то и направился Джек, слушая по пути угрозы Райана о том, что герой станет главным экспонатом его музея ненавистников. Кибурц в итоге сдал девушку Райану, после чего та была казнена и повешена в фойе офиса Эндрю. А в кабинете же инженера также была запись об устройстве Кибурца, которое он сделал для того, чтобы убить Райана. Да, ученый, безумно уважавший Райана, встал против него. Для завершения устройства Кибурца, которое могло отпереть дверь, оставалось совсем ничего. Пара запчастей костюма папочки, нитроглицерин и ионный гель. Во время поисков нужных ингредиентов Эндрю Райан начал также намекать Джеку на то, что не слишком ли сильное совпадение то, что он, летя на самолете, упал ровно там, где находился Восторг. Не обращая на это внимания, мужчина нашел все нужное и доработал устройство Кибурца, после чего, по наставлению Атлас, отправился к Ядру мимо поста геотермального контроля. Чтобы добраться до Ядра, Джеку нужно было перераспределить поток магмы и параллельно с этим отбиваться от мутантов Райана. Очистив помещение от воды, он спустился к Ядру, где Райан снова начал говорить о том, что появление Джека в Восторге не случайность. Вероятно, в попытке остановить Джека, который сразу после этих слов установил устройство Кибурца на Ядро и перегрузил его. Путь к офису Эндрю открылся и когда Джек попал внутрь, создатель сказал ему очень странную вещь, а именно, что он, увидев Джека во плоти, не смог бы поднять на него руку и убить, и, назвав его «детям», позвал на последний разговор, параллельно с этим активировав систему уничтожения Ядра, что могло взорвать весь город. По пути на рандеву пришелец также нашел странные записи об экспериментах на детях, которые в возрасте одного года уже имели разум и телосложение 19-летнего юноши и в то же время беспрекословно выполняли любые просьбы, если те сопровождались фразой «Будь так любезен». В голове Джека стали возникать вопросы, ответ на которые решил дать сам Эндрю Райан. Он стал рассказывать о Джеке то, чего не мог знать, но знал. Семья на ферме, самолет, крушение. Он знал все, и в том числе то, что не помнил уже и сам Джек. Он был рабом, который беспрекословно выполнял любые приказы, если те сопровождались фразой «Будь так любезен». Той самой фразой, которую каждый раз использовал Атлас, начиная с просьбы взять радио и заканчивая приказом убить Эндрю Райана, который стоял перед Джеком. Человек выбирает. Раб повинуется. С этими словами Эндрю Райан, властитель восторга, вручил Джеку в руки клюшку и приказал убить себя. И раб повиновался, пробив череп Создателю. Заполучив генетический ключ у Райана, Джек сразу же услышал приказ от Атласа использовать ключ и, конечно же, приказ сопровождался фразой «Будь любезен». Без возможности сопротивляться, Джек отключил систему самоуничтожения, после чего услышал признание от Атласа, чьим настоящим именем было Фрэнк Фонтейн. Тот самый враг Эндрю Райана, тот самый рецидивист, поработивший бедных жителей восторга. Он манипулировал Джеком ради достижения собственных, алчных целей. Поблагодарив его за услуги, Атлас оставил мужчину погибать и отключил связь, как вдруг на помощь пришли маленькие сестрички. Они открыли вентиляционную шахту Джеку, но конструкция в них не выдержала и он провалился вниз, потеряв сознание. Спустя время, Джек очнулся уже на складах Тененбаум и она рассказала часть правды о нем. Он был разработкой ученых восторга и Фонтейн каким-то образом узнал о нем и вернул в город, чтобы использовать в своих целях. Тененбаум же решила помочь Джеку, так как тот спасал маленьких сестричек и она считала, что теперь у него в долгу. Будучи причастной к разработке того, что слепили из Джека, она частично освободила его от влияния команд Фонтейна, но не до конца. В его мозгу находилось еще множество замков и кодов к ним, данные которых можно было найти в кабинете доктора Су Шонга, главы ученой группы, разрабатывавшей Джека. Не успев покинуть убежище Тененбаум, мужчина снова услышал Фонтейна. Тот, недолго болтая, сразу же использовал код Будь любезен, чтобы Джек умер от рук папочки, но... не сработало. И тогда Фонтейн использовал козырь в рукаве. Он активировал код желтый, из-за которого сердце Джека стало хуже работать, что явно должно было сказаться на живучести в сражениях. Из найденной в библиотеках записи Су Шонга выяснилось, что Фонтейн тоже был тем еще параноиком и, прознава Джеки, заставил доктора сделать плазмид, блокирующий подобные манипуляции. Доктор вел очень секретную разработку, но Тененбаум все же удалось украсть одну порцию образца плазмида, пусть она даже не догадывалась, что и зачем он делал. За ним Джеки отправился в старую квартиру, Тененбаум. Но там уже была разруха. Люди Фонтейна обнесли квартиру профессора и, конечно же, забрали образец плазмида. За ним Джеку пришлось идти в дом самого Фонтейна. Обнаружив образец в кабинете Фрэнка, Джек немедля его принял и он сразу же начал действие, но недостаточное, чтобы полностью избавиться от влияния кодовых слов. Нужна была еще порция, найти которую наверняка можно было в кабинете Сушонга разработчика образца. По пути Джек видел кровавые последствия гражданской войны. Мертвые тела, аудиозаписи с описанием того, как людей сжигали заживо или как папочки разрывали их на части. Город Восторг, насколько бы благим не был изначально, давал людям не то, в честь чего был назван, а наоборот. Вызывал только ужас. Дойдя наконец до кабинета Сушонга, он увидел его бренное тело. Он умер во время очередных экспериментов над сестричками и папочками. Папочка проткнул доктора буром, когда тот, вероятно, силой отгонял от себя, как он сам говорил, маленькое отродье. Рядом также была еще одна доза образца плазмида, которая окончательно освободила Джека от влияния команд. Настало время прийти к Фонтейну в Прометея и отомстить за все. На станции, Джека встретил хвастающийся властью Фонтейн, но он так и не осмелился вступить в честный бой. Он стал бежать от Джека и, к сожалению, успешно скрылся. И если бы не помощь Тенненбаум, Фонтейна вряд ли удалось бы нагнать. Джеку для прохода дальше нужно было стать папочкой. А это значило не только выглядеть и звучать, как папочка, но даже пахнуть, ведь феромоны папочек по какой-то причине вызывали доверие маленьких сестричек. Поиски всего нужного заняли некоторое время и пока Джек искал костюм, феромоны и модификатор голоса, также успел узнать, что поначалу бизнес Фонтейна по производству сестричек и папочек шел очень хорошо. И это дело в целом удовлетворяло Эндрю Райана, пока не стали всплывать факты прошлого о Фонтейне. И когда Райан отнял фабрику себе, тогда-то Фонтейн и решил подменить свою личность на Атласа и начать гражданскую войну. В итоге Джек не просто надел костюм папочки, но действительно стал им. По заверениям Фонтейна, это было необратимо, но возможно это был просто трёп, чтобы спастись от мести Джека, который уже нашел маленьких сестричек, а они должны были привести его к Фрэнку. Самое главное, их следовало защищать, как это делали другие папочки. По пути к Фонтейну, тот напомнил о себе и заявил, что никакой семьи у него на самом деле не было. Всё это было фарсом. Настоящим было лишь его стремление к власти и уже развивавшаяся зависимость от Адама. После того, как маленькая сестричка сопроводила Джека к Фонтейну, она отдала ему иглу для изъятия Адама и уползла в трубу. Джек же поднялся на лифте, чтобы наконец встретиться с Фонтейном лицом к лицу. Фрэнк вспомнил, как лично отправлял Джека в мир наверху, оставив его как запасной вариант и так же, как и Эндрю Райан перед своей смертью назвал его сыном. А когда лифт открылся, Джек увидел, что сотворил с собой Фонтейн. Он до невозможного накачал себя Адамом, превратился в отродье, которое не должно было существовать в этом мире и с этим отродьем Джеку пришлось сражаться. Четыре раза он выкачивал Адам из тела Фонтейна, прежде чем он хоть немного обессилел, но его сил все равно было достаточно, чтобы вырубить Джека. Фонтейн сказал, что действительно считал парня семьей, ведь он его выращивал младенцем. Он вложил ему в голову искусственные воспоминания. Он вернул его домой. Он показал ему, кем Джек может быть и какие возможности в его руках. Разве не это ли семья? — вскрикнул Фонтейн как раз в тот момент, как на него набросились сестрички и стали выкачивать из него Адам. Когда Фрэнк встал, он смог снять костюм папочки, а маленькие сестрички дали ему ключ от восторга. Джек отказался. Вместо этого он спас их. Дал им то, что у них похитили. Дал им шанс. Возможность учиться. Найти любовь. В конце концов, жить. А что до Джека, то он наконец обрел свою настоящую. Под конец хотелось бы напомнить, что часть игр, по которым пишутся сюжеты, будут проходиться на Твиче, ссылка на который и есть в описании. Также отдельную благодарность хотелось бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на Патрон, через спонсорскую подписку Ютуб и Донейшн Алёртс. Среди них ЭВВС, Жук, Пейксон, Витпол, Ник Лик, Михаил, Скима, Аграэль, Димкин МДМ, Витис Восток, Иван Стухальский, Никита Кровер-Кашкин, Адидас, а также многие другие, чьи имена вы видите перед собой. Также не забывайте про Discord, Instagram и наши прямые трансляции, ссылки на которые есть в описании. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.